Соревнования на полигоне Ошелук в Астраханской области в 2016-м только усилили стремление солдат 115-го зенитного ракетного полка, совершенствовать навыки и ставить новые рекорды. Второе место на масштабном конкурсе, конечно, хорошо, но не для тех, кто привык усердно тренироваться, кто ставит перед собой высокую планку, кто со всей ответственностью отстаивает честь Беларуси на международном уровне. Фееричное выступление защитников «Небо» запомнилось всем участникам конкурса «Ключи от неба». Среди соперников были военнослужащие из России, Казахстана и Китая. В 2016-м году расчет 115-го зенитно-ракетного полка участвовал в армейских играх в номинации «Ключи от неба» и показал, я считаю, самый лучший результат среди команд-участниц. Но система подсчета баллов вывела нас только на второе место, хотя единственный расчет, который выполнил реальные пуски по воздушным мишеням, реальным, и поразил две цели, это были именно наши парни, белорусские парни, простые мальчишки, сыновья нашей Беларуси прекрасной, синяокой, военнослужащие срочной службы. И вот этот результат был оценен теми зрителями, которые присутствовали на финале, и многие меня спрашивали, ну почему же, почему же мы лучше стреляли, а заняли только второе место. Ну, есть система подсчета баллов, поэтому мы честно участвовали в этом конкурсе и немножко не добрали. Команда военнослужащих 115-го зенитного ракетного полка на конкурсе «Ключи от неба» представляла Беларусь в единственном числе. Защитники неба проявили себя в таких испытаниях, как заряжение пусковой установки, вождение крупных многоосных автомобилей, выполняли тактическую задачу, работали с имитированными пусками по реальной авиации. Судейский состав оценил высокий уровень боевой подготовки белорусов. Было принято решение нашими друзьями, чтобы и боевой расчет Республики Беларусь получил главный приз, а это УАЗ «Патриот». И вот сегодня мы с вами стали свидетелями торжества истины, торжества победы, именно белорусской победы. Мы получили приз зрительских симпатий, замечательный автомобиль, который, я думаю, станет хорошим дополнением в автомобильной линейке нашего зенитно-ракетного полка. Совсем скоро зенитчики вновь отправятся на международный конкурс. Сегодня подготовка к соревнованиям в активной фазе. Основные элементы отработаны, нюансы отточены. Время выполнения заданий рекордное. Солдаты 115-го зенитного ракетного полка готовы представлять Республику. Настрой только на победу. Сейчас у нас осталось две недели последних подготовки. В эту субботу мы уже убываем в Российскую Федерацию, в учебный центр, где будем завершать подготовку расчетов командного пункта. А расчеты стартовой батареи водители будут продолжаться в течение этих двух недель готовиться здесь. У нас в пункте постоянная дислокация, у нас здесь отличная учебно-материальная база. И через две недели улетаем в Ашелугские степи, на Ашелугский полигон, на соревнования. Наши ребята сегодня добиваются очень серьезных результатов. Нормативы перекрывают в два и то и более раз. И я уверен, что в этом году на международном конкурсе мы покажем еще лучший результат и будем первыми. В нынешнем году соперниками белорусов станут защитники неба из России, Казахстана, Китая и других стран. Борьба будет насыщенной, а значит и вдвойне захватывающей. За плечами военнослужащих огромный скрупулезный труд. Взяв за основу прошлый опыт участия, плюс наработанные навыки военного мастерства. Они сделают все возможное, чтобы стать первыми.